Детки Детки Вероника Михайлова Напротив Вероники Амосов Марк Сколько тебе лет? Семь Тоже семь Семь на семь Семилетний Амосов Марк И рядом с Марком у нас Михайлова тоже Но Катерина Катюш, сколько лет? Девять А ты имеешь отношение к Веронике? Да, я ее сестра Это родная сестра? Да Вот у нас такой вот сегодня состав нашего эфира Что объединяет этот круглый стол? Все детки, которые сегодня пришли Это юные спортсмены О достижениях которых мы сегодня и поговорим Алин, недавно, да? Ребятишки здесь присутствующие стали участниками соревнований Что это были за турниры? Что они демонстрировали? Свои достижения какие? Ну, во-первых, стоит отметить, что они уже второй год подряд участвуют в этих соревнованиях В соревнованиях? Да Но немножко каждый в своей стезе Вероника и Катя уже второй год подряд участвовали в первенстве города Соревновались они на электронной системе Зимита Суть соревнований в том, что система измеряет скорость и силу удара Выигрывает тот, кто больше и сильнее набил Ничего себе! И вы били? Это как в боксе? Да? Нет Нет? Нет? А ну какой? Ну как, покажи вот удар Давай, котён Ну, так ты можешь, можно даже сидеть Есть рукой удар какой-то? Нет, там ногой А, мы тогда ногами сегодня не будем А, и что, если бы, вот я смотрю на создание Веронику Такая девочка, прям дюймовочка И что, ты тоже била? Да Да? А с какого же возраста? Вам, тебе 7 лет Ты с 6 начала заниматься? Да Это нормально в 6 лет? Да, это нормально И она не только била, но она ещё и выиграла эти соревнования Ничего себе! Вот так вот посмотрите, уважаемые друзья На эту девочку, которая выиграла соревнования по силе удара И била тоже ногой Это бьют ногой, да? Да Стоит специальная груша И ребёнок бьёт ногой в эту грушу И там всё фиксируется? Да Это в дальнейшем помогает продвигаться дальше, да, по спорту? Ну, да Сила удара Сила, да Но это больше такая психологическая тренировка детей перед взрослыми Более соревнованиями, когда они уже выступают по спаррингу Такая мини-репетиция Это нужно, да? Так, а чем у нас отличился Марк? Марк у нас вообще герой Потому что он выступал в тех же самых соревнованиях В этот же день, на этом же самом турнире Но он у нас выступал в разделе кирурги То есть он уже у нас выступал в спарринге Дрался Показал всё, что может Вообще молодец Дрался как серьёзно? Ну да Да? А ты перед этим тоже проходил год назад Ты проходил вот на силу удара Да Да, вот это испытание Да А что показалось тебе, Марк, таким самым словом? Ну, конечно, спарринг, да? Когда перед тобой реальный соперник, да? Да И сколько? Один раз в одной С одним соперником сражался или с несколькими? С одним Один соперник у тебя, да, был? Твоего же возраста или старше? Как тебе показалось? Мне показалось, что старше Немножко Да? Повыше просто? Ну да Да? А вообще как подбирается парел? Ну, они выступают, пока они маленькие Они выступают среди спортсменов Первого-второго года обучения И разница в годах рождения у них тоже совсем небольшая Один-два года Вот Единственная разница, это может быть в цвете пояса И, собственно, непосредственно в опыте спортсменов Потому что достаточно специфичный у них возраст и вес Поэтому достаточно сложно найти ребенка Прямо такого же уровня, как Марк или та же самая Вероничка Поэтому бывает такое, что дети выступают немножечко с соперниками посильнее Но оно и лучше Учиться тоже где-то надо А соперники из вашего же клуба? Или откуда-то из других? Нет Тренируются в других местах? В других местах В других, да? То есть вы их и не видели никогда? Нет Нет, никогда И тоже тот факт, что они спаррингуются и соревнуются с спортсменами из других клубов Тоже очень много значит Потому что, когда они занимаются на тренировке, у них такая более дружественная атмосфера Они уже всех видели, все знают, кто как бьет, что где бьет А тут совершенно новый человек И это такая больше, наверное, психологическая тренировка Потому что это же тоже ответственность Когда ты выходишь на корт, тренер сзади, а родители вообще за ленточкой И такая немножечко психологическая тренировка Да, так родителям уже не встать впереди, чтобы оградить, да, от удара Что это нельзя А вообще, Марк, как ты перед спаррингом себя настраивала? Вот что ты думал? Вот я помню, что для меня было это очень-очень серьезное испытание в музыкальной школе Когда ты садишься, ты в жюри сидишь И ты играешь, что ты думаешь, вот на тебя все смотрят А какая следующая нота? Как только об этом подумаешь, сразу ноту забываешь А ты как себя настраивала? Я что? Замочу, наверное То есть такое чувство злости было? Да Оно необходимо, вот это вот чувство, вот такое вот соперничество? Да Естественно, в таких разумных размерах Но они пока дети, они все гиперболизируют Поэтому у них вот прям до такого доходит Но немножечко злиться тоже надо Потому что если ребенку будет все равно У него будет такая позиция, что он вышел, проиграл Ну да, проиграл Но это уже спортсмена не вырастет, наверное Да, поэтому злиться надо уметь Злиться надо уметь в нужное время, в нужном месте Мы вот сейчас этим активно и занимаемся У нас сейчас очень обширная программа Мы мало того, что мы готовимся к очередной аттестации на пояса Все присутствующие будут сдавать уже на первый синий пояс А сейчас какие пояса, девочки? Желтый 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 это первый, да? Второй А первый какой пояс цвет? Желтый и зубы Первый пояс белый Белый, да? Первый белый, с ним ребенок приходит Потом его первая аттестация в жизни на первый желтый пояс А сейчас у них уже второй желтый пояс Это, если так, чтобы детям было поинтереснее Это желтый пояс с зеленой полоской И сейчас мы уже будем окончательно сдавать на зеленый пояс Кроме аттестации у нас еще планируется еще одни соревнования Где Катя и Марк будут уже участвовать в спарринге Это наши первые выездные соревнования Поэтому переживают все и я, не они Да, поэтому мы сейчас готовимся просто к очень разным вещам И очень сложно и детям, и мне как-то все это объединить Катя, а ты готова вообще к спаррингу? Ну, вообще да А вот как? Ты смотришь, как другие это делают И вот внутри себя, чем ты себя убеждаешь, что ты победишь? То, что... Что ты сильнее, наверное? Да, то, что я все равно выиграю Вот так вот думать, надо себя настраивать, да? А вот когда ты била вот в этих соревнованиях, вот я рукой показываю, ногой, в смысле, вот которые прошли, да? Кого ты представляла, кого-то вот на этом месте? Как ты, чтобы сильнее удар-то был? Ну, я перед собой никого не представляла Просто вот била сильно Просто била сильно, что я выиграю тоже, да? Да И последний вопрос Вероничка, ты стала победителем, а ты кого-то представляла? Как у тебя вот такой удар-то такой самый сильный-то был? Ну, потому что я начала ногу доворачивать И просто из-за этого начали получаться сильные удары А, тоже свои хитрости есть, да? Ну, как в футболе, да? Подцепить мяч, ударить, чтобы нужный угол ворот залетел И здесь свои хитрости существуют Да, технические хитрости Вот, если ребенок неправильно бьет удар Где-то не доворачивает ножку Где-то не доделывает, не дорабатывает, не досгибает То удар в спаррингах не считается А в соревнованиях на электронной системе Зимита Он получается не такой сильный, не такой эффективный Поэтому с доворотами ноги я прям борюсь, борюсь Вот правильно, надо слушать все время тренера А почему, собственно, почему, вот, Катя Что тебя заинтересовало в этом виде спорта? Ну, то, что, вот, прикольно, удары бьются Прикольно? Ну, а бьются мало ли где? Может, в боксе там тоже хорошо бьются В боксе там вроде рукой А здесь, в основном, ногами? Да, да То, что ты хотела показать, да? Вот то, что мы говорили на силу удара, да? Тебе прикольными удары показали? Да А Марк, а тебе что прикольно показалось? Меня заинтриговало, что там больше всего бьют ногами Тоже ногами, вот именно, да? Что есть из чего выбирать То есть руки пожалеть можно Руки нужны для другого, да? Поделки какие-нибудь делать Да, ноги вообще не нужны Да, а Вероника, а тебя что заинтересовало? Почему ты как вам был? Потому что там очень сильные, когда там бьют уже спортсмены уже, то там бьют очень сильные удары Сильно То есть фактически это в жизни пригодится? Да Если Вероника сказала сильные удары, значит можно на той же самой улице дать отпор плохому человеку Да Если вы тренируетесь, да? Это в том числе Вообще вот, Алин, когда вы собираете детей, вы какой главный, вот что называется, критерий им сулите? Чем заинтриговываете? Почему надо заниматься? Прежде всего, я настаиваю на том, чтобы ребенок занимался прежде всего для себя И дальше ребенок уже, как правило, сам выбирает, что ему нравится Кто-то занимается для здоровья, кто-то занимается, потому что мама привела, и нужно как-то занять время Кто-то занимается для участия в каких-то крупных соревнованиях Ну, кто для чего, да? А кто-то занимается, потому что просто прикольные удары Ему нужно лить ногами Ну, кстати, я скажу, уважаемые друзья, что вот я выяснила перед эфиром Что у нас, оказывается, сестренки Катя и Вероника еще занимаются художественной гимнастикой Нет, не художественной Ну, гимнастика Гимнастика Ну, разновидность гимнастики, да? Да То есть у вас, я так понимаю, расписан каждый день вы куда-то ходите Вечер, да? Да, да Ну, кроме среды, мы в среду не ходим Есть свободность Да, и в воскресенье И в воскресенье тоже Радуетесь, когда идти не надо? Или вы все-таки радуетесь, что надо идти на тренировки? Радуетесь, когда как? Или когда как, да? Да А тренеры как строго у вас, Алина? Вообще не строго, Пушинка Пушинка Пушинка, а они так и называют вас Пушинка? Нет, я первый раз слышу Первый раз о себе услышали, да? Но тем не менее, Марк, а вот что ты скажешь относительно тренера? Как работает с Алиной Валерьевной? Ну, оптимально Оптимально, хорошо, да? Не ругает? Нет Нет? Периодически Ну, как, ну, есть, наверное, за что поругать? Ну, если вот прям переходим границы, то там можно ругать А как можно переходить границы в тэквондо? Начинать бить руками? Нет А поведению, скорее А поведение? Просто начинают беситься, или как? Да Не слушать тренера, или как? Да Разговаривают Здесь все равно сложно контролировать себя Они весь день сидели в школе И у них немножечко есть какое-то ограничение в движениях А вечером они приходят ко мне на занятия И у них никаких ограничений в движении, как такая, у них нет Если ты хочешь, беги Если хочешь, стой Это можно Да И я еще стараюсь максимально построить процесс так, тренировочный Чтобы немножко мы поговорили и немножко расслабились И только потом переходили к какой-то уже конкретной рабочей части Сначала, конечно, им было очень сложно переключаться Они не понимали, где граница Но сейчас мы уже лучше Сейчас они уже четко знают Вот здесь я работаю, вот здесь можно поговорить Поэтому сейчас у них уже вообще талант А Марк у нас, Марк? Ты же еще очень много чем занимаешься Ну расскажи Помимо тхаквандо А то подумают люди, вот сидят тхаквандо Ну и что? Плаванием, шахматами Ничего себе И английский Сразу мы тренируем и мозг, да? Голову, чтобы думать И удар отрабатываем, да? И плавание еще И девчонки, вы тоже всесторонние Да? А вы такие прям вот будете, ну просто, ну я не знаю, моделями что ли хотите быть в будущем? Нет, я хочу стать юристом, судьей Либо дизайнером Уважаемые товарищи судьи, смотрите, какое вам новое поколение растет, да? А Вероника, а ты? Ну я хочу сделать всякие макияжи за деньги А, за деньги, Макияж, за деньги Может быть родители тоже первый раз об этом слышат Но ведь заниматься этим видом спорта Можно для себя, как вот вы, Алина, сказали, да? И потом заниматься чем угодно Жизнь показывает, что так оно и есть Да, и вот все те виды спорта Которыми занимаются Катя, Вероника и Марк Наоборот помогают в тхаквандо Девочки с гимнастики приходят с отличной растяжкой Которая далеко вообще не лишняя в тхаквандо У Марк с того момента, как начал ходить на плавание Более основательно У него очень сильно выросла сила удара руками Ага, а там же руки? Мы теперь отжимаемся хорошо Вот, поэтому только на пользу Чем разносторонней, тем лучше А, Марк, а ты кем хочешь быть? Когда подойдешь? Конечно, еще время есть? Я еще не знаю Еще не определилась? Ну к чему тянется душа-то? А может быть спортсменом будешь? А ты как-то, ты предполагаешь, что ты вот выиграешь? Ты будешь все соревнования и будешь профессиональным спортсменом Будешь нашу область представляться на международных турнирах Ну, да Да? Такое возможно, да? Да, хочу стать как Максим Хромцов Вот так вот, да? Да Кстати, у вас друзья в школе чем-то занимаются тоже? Есть из ваших классов дети, которые ходят вместе с вами сюда на секцию? Нет Нет Вы такие уникальные, да? Да А Марк, у тебя тоже, да? Но кто-то многие занимаются спортом? Ну да Кто-то много, кто из класса Ну, чем это вам помогает? Учиться помогает вам это? Да Не отнимает время? Нет Нет, нет, говорят А давайте вашего тренера спросим Алин, контролируете успеваемость детей? Они сами все рассказывают Сами? Да Я Чаще всего дети делятся Поэтому я знаю, у кого какие оценки Знаю про борьбу с русским языком Борьба с русским языком? Да, да И получаются какие-то правила выучили? Да нет, у меня просто вот в этой четверти была она какая-то прям вот сложная по русскому языку Там какие-то скачки были, в основном там русские были Спорная оценка между четверкой и пятеркой, ну что такие пятерка А, ну это, кстати, хороший спор, да, между четверкой и пятеркой Это же не между двойкой и тройкой Да Это тоже, да, куда? Да А Марк, а тебе какие предметы даются больше? Английский сейчас скажешь, потому что я им занимаюсь, да? Математика, физика, о, физика-то у вас еще нету, да? Нет, я еще в первом классе А тут еще в первый класс, но тем не менее Первый класс, у вас уже в школе оценки ставят? Нет Нет, еще вы получаете только вот такие поощрительные значки, да? Да И я очень рада, что вот сейчас будет пятница и все, то есть первый класс закончен Ой, можно будет переходить во второй Да А потом там уже и до зеленого пояса Да Кстати, соревнования будут в этом? Да, соревнования на свете-то воскресенье А это уже скоро совсем, да? Настраивайтесь как-то, как настраиваются детишки на соревнования? Мы стараемся Думала, так, дня два голодают и только себя Нет, вот я вот против голодов Вот, им еще рано голодать И вообще никому не советую голодать Мы, скорее всего, больше морально настраиваемся Потому что они сейчас сидят такие все веселые Им как будто не страшно, но я понимаю, что им где-то в глубине души все равно страшно Поэтому я их стараюсь максимально поддерживать и настраивать Вот, никто не говорит им слова из-за разряда Если ты не выиграешь, то все Да, то не пойдешь кататься на каруселях Да, мы настраиваемся на то, что мы туда едем получить опыт и чему-то научиться новому Вот с таким вот настроем мы и выступаем Слушайте, ну вы молодцы, вы борцы, да? Вот все-таки вот эта вот работа в спортивном зале, она борцовские качества воспитывает, да? Да, это все равно как-то откладывается на характере Разумеется, только положительно Вот, и пересматриваю фотографии периодически Какими они были год назад и какими они стали сейчас И по характеру много поменялось Вообще, я думаю, что нет у спортсменов такого хорошего и мягкого характера Вот, и они пока доказывают мне это Но, тем не менее, вас называют пушилкой Да? Ну это хорошо, это неплохо Кстати, оценивается как-то ваша работа на занятиях под Хэквондо? Да Ремятишки как? Да Нам оценки ставят Оценки ставят? После того, как вас занимались, да? У вас какой-то дневник есть или что? Да, дневники есть И что, и какие оценки? В школе-то не ставят? Не ставят Ну, на первом классе не ставят Вот, Марк, ты говоришь, там и не ставят, да? Мне тоже И Веронике не ставят? У нас там места наклеиваются Когда как, но очень мало, когда ставят Ага, а здесь в основном какие вы получаете оценки? Пятерки Пятерки и четверки Прям пять ставят, вот так вот, да? Да Либо там здесь, но там вот одна-две Да А вообще-то вот мы говорили уже соревнования впереди Вот такие вот Насколько страшно Вот так вот впереди Трясутся коленки Вот впереди Вот вас же объявляют Там же объявляют, да? На, 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 не ринка, не ринка Это на корт На корт, да? На корт выходит, да? Вот объявляют Амосов, Марк, и что? У тебя колени затряслись И ты пошел? А не хочешь идти-то? Страшно? Нет, ну, очень страшно Страшно? Очень И как себя преодолеваешь? Не знаю, сам Как-то у меня так получается Выбора нет Девчонки, вам тоже бывает страшно? Да, но вот когда ты вот не еще пока не на соревнованиях То ты вот очень сильно переживаешь Потом ты выходишь туда и все, у тебя кайф от этого И даже идет О, слушайте, да? Какие слова, знаете? У меня наоборот Наоборот? Ты вот это все-таки ощущаешь, что ты ответственна, да? За свое выступление? Дома похвалы получаете? Как-то вас поддерживают? Да, да Домашние, да? А выступаете вы в костюмах, вернее, в своем тхаквандовском наряде? Да Да Это специально, белый, белый, да? Да Сначала вот именно костюм А потом уже защита А, защита присутствует? Да, там на руки, на ноги, на голову Все это есть Начало, да Здорово Вы что сами посоветуете детишкам? Он сейчас на нас смотрит, дети Кто еще не решил, куда податься, да? Чем заняться? Почему именно в тхаквандо? Нужно вот... Не обязательно в тхаквандо идти, нужно пойти в тот спорт, в котором будет комфортнее заниматься Ну, ты же не знаешь еще насколько комфортно, надо все равно, наверное, какой тренер попадется, а то будет ругать Это у вас такая Алина Валерьевна Пушинка А представь, пушинка, да? А есть такие тренеры, которые не дают спуску? Ну, вообще-то, можно как бы уйти из этого спорта и попробовать новый, вот как я сделаю А из какого спорта ушел-то? Из-за айкидо О, ничего себе, ты у нас уже какой опыт-то имеешь А айкидо не понравилось? Нет А почему? Не по характеру получилось, да? Ну, как-то по характеру тренера, да А, именно характер тренера, здесь тоже немаловажно, да? Да Ага А Вероника у нас что скажет? Ну, потому что... Девочка-дюймовочка Ну, можно в тот спорт пойти, где ты себя чувствуешь, ну, так нормально И где тебе больше нравится, в какой-то спорт хочешь пойти, то туда и иди Ну, нравится, наверное, тоже, вот Алина, вы же сказали, да? Что после школы сидели, здесь есть возможность поноситься, да? И плюс еще что-то, вот каким-то образом И тренер, он должен каким-то специальностям психолога обладать, чтобы с детьми-то работать? Про специальность я ничего не могу сказать, потому что я никак не планирую получать никакое психологическое образование Немножко вообще из другой сферы, вот Но мне кажется, это больше человеческие качества и человеческие навыки Все равно же есть люди, которые готовы работать с детьми И как-то приспособлены к этому чисто психологически и внутренне А есть люди, которые не выдерживают этого И я их периодически прекрасно понимаю, потому что все равно сложно Я же не только с детьми работаю Это коммуникабельность с родителями С организацией мероприятий, тренировочного процесса Поэтому не только в зале я работаю А, кстати, каникулы у вас существуют летние, ребят? Да Да, существуют То есть будете отдыхать? Да Свободны будете и от английского, и от шахмата, и от гимнастики? Нет, такого не бывает? Нет Чем будете заниматься? Вот как вот современные дети Пусть нас послушают те, кто закончил школу действительно Чем будут заниматься в каникулы юные спортсмены? Я пол каникулы буду делать домашку, которую задавали и задают А, на лето есть задание, да? Ага Я не понимаю, зачем задают Нет, там по русскому, по математике В прошлом году задавали три странички по русскому, а четыре по математике столько же Ну это надо, а читать-то когда, а сдают список? Да А Марк, чем будешь заниматься? Ой, я еще пока не решила, хоть и каникулы через один день, я не знаю Ну, тем не менее, будешь по возможности отдыхать? Да А, так, а Вероничка? Больше всего буду играть со своей малышей сестрой Самое главное, можно будет вписаться на каникулы и не вставать Ну, я буду читать заданный список на лето Еще там надо будет нам нарисовать из 20 книг на лето 8 или 12 Читательский дневник Вот, и буду гулять Обычное детство, обычное пути, да? Что у нас впереди? Вот, если говорить, Алина, о будущем ребятишек на ближайшие хотя бы несколько месяцев Вот вы пройдете сейчас соревнования, да? Дальше тоже у вас каникулы? Нет Нет? Мы еще не отдыхаем После соревнований мы сейчас готовимся к аттестации После аттестации некоторые дети отправятся на свой заслуженный отдых Некоторые самые терпеливые могут продолжить заниматься Я, как правило, занимаюсь уже в индивидуальном порядке, потому что много кто разъезжается Вот, а потом у детей заслуженный отпуск, два месяца мы отдыхаем Вот, и в сентябре за новыми победами За новыми победами Именно по новым победам, да, вы ориентируетесь на победы Где вас можно найти, из какого возраста? Давайте еще раз проговорим Потому что, может быть, наверняка кто-то захочет из наших телезрителей тоже принять участие в такой дружной команде Повторю, что мы представляем Токовандо-клуб Тверь Найти нас очень легко Любые сайты, социальные сети, вбивайте эту фразу И можно нас найти Тренировки у нас проходят в Пролетарском районе Все в доступности Первое занятие пробанное, всех ждем С любого возраста, но не младше пяти лет Не младше пяти лет? Да Сейчас, конечно, уже возможно, немножечко поздновато для некоторых детей, которым сложно сконцентрироваться Поэтому с сентября самое оптимальное время, когда можно привезти своего ребенка в новую секцию Где ему будет комфортно Потому что, когда ребенок приходит в середине года, ему немножко некомфортно Потому что уже какой-то тренировочный процесс начался Поэтому в сентябре всех ждем Все можно найти в интернете, в любых социальных сетях Здорово! Здорово! Я так смотрю, уже у нас Катюша похрустывает пальчиками Ребятки, все, эфир подходит к концу Спасибо вам большое Я вам желаю новых побед И главное, что любить этот вид спорта и развиваться дальше Удачи вам! Окончание года хорошего и победа соревнований Молодцы! Вот такое у нас подрастающее поколение на нашей любимой Верхневорской земле Спасибо, уважаемые друзья! Всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok